Ходить просто так, глядя друг на друга. И на мой взгляд, это эффективнее, чем то, что происходило раньше. В этом смысле не представляется, что мы находимся на правильном пути, потому что это движение, а сегодня я бы не стал говорить о движении, захватывает значительное количество людей. Собственно, спор заключается в том, можем ли мы произносить это слово значительно, или мы должны признать, что это вот жалкая кучка в столице и всякое такое прочее. Мне кажется, нет. Мне кажется, что стоит выехать за город и посмотреть на местные выборы, которые проходят в некоторых местах. Вот сейчас начнется большая волна переназначения членов всяких избирков местных. С этим будет много интересного, хотя там зажата очень сильно законодательная процедура, но тем не менее есть люди, которые умеют с этим обращаться. Я абсолютно убежден, что мы столкнемся сейчас, начиная причем вовсе не с Москвы, а с городов, может быть, небольших, окружающих Москвы, с волной всяких попыток, по меньшей мере, местных референдумов о густамах городов и о всяких местных, полномочиях местной власти и так далее и так далее. Это и есть оно. И в этой ситуации люди объединены не телеграфом и даже не фейсбуком, а они становятся объединены некоторым таким вот пониманием того, что происходит. И выясняется в этой ситуации, что что ни возьми, все работает на них. Вот оглядываешься вокруг, вон идет девочка с белыми болтами, как-то она наша, а вон идет доктор в белом халате, а вот продается на овощном лотке белая редька, а вот посреди города стоит белый дом. Я вчера слышал, как поэт и певец Борис Львенчаков, глядя так в потолок, задался вопросом, а что же они с белыми ночами-то будут делать? Их же как-то надо закрывать. Вот. Вот действительно, как-то белые ночи, которые были всегда, вдруг оказываются важным инструментом своего внимания и важным фактором движения. И это означает, что дело развивается в правильном направлении. Пока спасибо. Я лучше оставлю время для живых дискуссий. Спасибо. И сейчас будет выступать Владимир Милов, а к нам присоединился Борис Екатеринович Ницел. Спасибо. Добрый день, коллеги. Я думаю, что, мне кажется, лучше анализировать прошедшие 6 месяцев, очень интересные 6 месяцев для нашей политической жизни. Мы много лет такого не видели. Все-таки немножко на трезвую и холодную голову. Я вот слушал двух предыдущих ораторов. К сожалению, вижу продолжение некоторой той болезни, которая у нас присутствует в внезапно прослушившемся гражданском обществе. В общем, на мой взгляд, итог политический этого последнего полугодия можно сформулировать очень просто двумя словами. Путин выиграл. Можно говорить о том, что нас теперь стало больше, мы очень хорошо и весело пошумели и так далее. Но Путин пришел к власти на 6 лет. И в общем, в процессе парламентских и президентских выборов и событий, которые происходили до них, между ними и после них, выяснилось, что реальные серьезные политические силы, которые пока могла бы составить ему конкуренцию в такой практической схватке за власть, могла бы претендовать на то, чтобы отобрать власть у Путина. Такой политической силы пока, к сожалению, не сложились. И я думаю, что вместо того, чтобы поздравлять себя с тем, что мы все такие красивые, ходим с белой редькой или еще с чем, нам нужно проанализировать, что пошло не так, что мы могли бы сделать для того, чтобы все-таки эту ситуацию развернуть по-другому в последние месяцы. И что мы можем сделать в будущем для того, чтобы больше не допускать такой ситуации, когда мы будем выходить на очень большие митинги, все ходить с белыми ленточками, устраивать там всякие разные красивые плэшнобы, а Путин будет опять и опять формально оставаться у власти, проливая там каждый раз себе там о 6 лет или сколько президентские сроки. Вот я не хочу повторения такой ситуации. И мне как раз казалось бы, что нужно поговорить серьезно о том, что нужно делать для того, чтобы ее избежать в будущем. На мой взгляд, несколько вещей достаточно понятных, которые были упущением гражданского общества и политической оппозиции в последние месяцы, и их можно и нужно исправлять. Первое – это серьезное такое, и на мой взгляд, совершенно необоснованное пренебрежение к конституциональной политике. Я очень часто слышу, даже очень популярные люди, которые зовут людей на митинги, там выступают, много говорят, говорят, что там, скажем, политические партии устарели. Это какая-то древняя, доисторическая форма организации политической жизни. Мы сейчас будем придумывать что-то новое, горизонтальное, безлидерное. Будем там в интернете электронную демократию устраивать и так далее. Коллеги, вот если вы будете так рассуждать, то всегда будут другие люди, которые не будут считать, что партии устарели, будут объединяться в партии, создавать их, идти на выборы, приходить к власти, назначать своего президента, своего премьера. А вы так и будете в интернете рассуждать о том, что это все уже давно себя там изжило. Мне кажется, что серьезный дефицит партийной политики на оппозиционном фланге в последние годы, он сыграл свою большую роль. Потому что, если помните, когда в конце, в середине, в конце 90-х, например, шла реальная борьба за власть между Ельцином и оппозицией, там, Путиным и оппозицией, когда он только появился, то, в общем, надо сказать, что противостояли власти достаточно сильные организованные структуры с широким представительством в регионах. Ничего этого не было в этот раз. Даже замечательный проект по координированному гражданскому наблюдению на выборах, ну, посмотрите, там, в системе «Сводный протокол» 12 тысяч протоколов, биты примерно сейчас. Из них, там, треть – это Москва, Питер, Московская область. А, чуть больше, там, процентов 40, да? Ну, это просто говорит о том, что вот та игра, в которой сыграл Путин перед президентскими выборами, он сказал, окей, я понял вас, носители норковых шут в Москве, но вы меня больше не любите, но Нижний Тагил по-прежнему со мной. Ему удалось очень успешно сыграть в эту игру. И мы увидели, что избиратель в целом по широкой территории страны не доверяет каким-то вот этим новым альтернативным силам, нарождающимся и заявляющим свои права и претендующим на то, чтобы быть альтернативным Путином. Это не значит, что он всегда им будет не доверять и всегда будет любить Путина. Ну, надо что-то делать для того, чтобы люди поверили, услышали, потому что, откровенно говоря, проблема доверия сегодня, ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что она катастрофически носит характер. Второе, что касается институциональной политики, ну, конечно, если вы вспомните, очень многие любят сравнивать историю там с Ягославией 2000 года, с Украиной до 2004 года. Надо быть Эйнштейном, чтобы понять, в чем разница. Тогда у тех сил, которые претендовали на то, чтобы свалить диктатора, была единая кандидатура президента, который вполне практические вещи занимался, боролся за власть. Не просто с белой ленточкой ходил, они там сразу были, это не важно. Это такая вот атрибутика сверху, Ющенко ходил с оранжевой ленточкой, даже Борис Ефимович там тоже что-то такое нацеплял. Это все было очень хорошо. Но самое главное, что у оппозиции был кандидат, практический человек, который был способен не просто бросить вызов диктатору, но еще и выиграть у него на выбор. В этот раз у российской оппозиции такого не было, поэтому она 4 марта была очевидно обречена. И так во время мощных зимних своих наступлений как-то стыдливо обходила этот вопрос, предпочитая говорить о том, что мы там требуем перевыборов из Думы и так далее. Хотя шансы, на мой взгляд, очень практические шансы были, и было ясно по опросам общественного мнения на Болотной и на Сахаровой, что было два лидера, которые, очевидно, выдавались вперед по уровню общественной поддержки. Они там получали достаточно серьезные одобрительные рейтинги и в этих демонстрациях это были Явлинский и Навальный. Они там менялись друг с другом в местах, но тем не менее. И вот один отказался выдвигаться, другой все-таки выдвинулся, но в общем его так приняли с колотком и какую-то резолюцию проголосовали, но тем не менее никто боролся за то, чтобы зарегистрировать кандидатуру Явлинского. Хотя, если вспомните, было две недели, когда власть так щупала общественное мнение, там всякие сливы делала, что у него там какие-то подписи плохие и так далее. Реакция была нулевая. Все лидеры так называемые протестного движения предпочли в общем сразу кандидатуру Явлинского покоронить. Думаю, это было большой ошибкой. И кроме этого, еще один момент, это то, что вот на фоне этого пренебрежения к нормальному эмоциональному форму политической деятельности, ну все время говорили о том, что давайте вот устроим революцию. Я думаю, что вот Аркадий ему несколько слов об этом сейчас скажет и рассчитывает. Ну, коллеги, революция это дело хорошее, когда, как читайте классика, когда есть революционная ситуация. Когда действительно в стране ситуация такая, что большинство населения уже не может быть в таких условиях. Вот давайте еще раз будем честными с собой, что таких условий у нас не сложилось пока. Есть большое недовольство. Люди хотели бы альтернативы, хотели бы конкуренции на выборы, хотели бы, чтобы выборы были честными. Но так вот, чтобы все идти там и куда-то коллективно свергать режим, ну нет такого настроения в обществе. Больше того, Путину, мне кажется, все объективно удалось поднагнать себе рейтинг вот в январе-феврале, когда он играл на антиреволюционных настроениях и на том, что очень большое количество умелых наших избирателей, жителей нашей страны, которых, я думаю, большинство, они очень настороженно относятся к вот такой хаотической смене власти, когда в результате не выборов, а каких-то бурных таких уличных событий приходит там неизвестно кто на высшие посты государства. Я думаю, что вот за счет эксплуатации этой антиреволюционной темы очень успешной, Путин привлек на свою сторону многих созревающихся сторонников. Вот я так, там много еще есть о чем поговорить, да, но мне кажется, что на будущее, если мы хотим в следующий раз действительно составить Путину серьезную конкуренцию в борьбе за власть, надо не хвалить себя, какие мы замечательные, что у нас вот 15 тысяч вышло вместе с писателем, мы собрались на чистых прудах где-то еще, а надо проанализировать вот эти вот очень серьезные политические ошибки, которые, если вот я могу просто сказать, глядя на события последних там недель дней, знаете, вот расскажу такую историю просто, да, у меня был такой знакомый, годы юношеские, который очень любил играть в вот эти 3D-стрелялки, когда ты ходишь с ружьем по коридору, и там монстры тебе попадаются всякие, надо их убивать. Но он был очень эмоционально такой человек заряженный, и его когда убивали каждый раз, он вместо того, чтобы походить, пособирать оружие и брони, выйти уже там навстречу с монстром, подготовленный, он кидался на них сразу с вот этим слабеньким пистолетом, который у тебя появляется, когда ты там вновь убитый выскакиваешь. И, в общем, чем это заканчивалось в течение полутора секунд, я думаю, мы нужно что-то догадаться, да. Вот, коллеги, мне кажется, что нашему проснувшемуся гражданскому обществу и людям с независимым мышлением, которые хотят по-серьезному смену власти в России, нужно вот об этой ситуации задуматься и все-таки к следующему разу подготовиться политически намного более серьезно, потому что, ну, было допущено столько крайне серьезных упущений, которые были заменены там самолюбованием, пиаром там и так далее, что было ясно, чем все, примерно было ясно, чем все это закончится. Мы не должны такого допустить в следующий раз. Спасибо. Большое спасибо, Аркадий. Добрый день, меня зовут Аркадий Бабченко. Я журналист. Кстати, вчера мы ездили в маленький городок в Тверской области, под Оржавом. Городок называется Итомля. Это километров, я так думаю, 350 примерно от Москвы, совсем глушь. 6 километров от Сележарской трассы, и там на здании администрации, не городок, это деревня, естественно, там на здании администрации этой деревни я увидел стикер «Росагита» с надписью «Убор должен сидеть в тюрьме». То есть, и том ли наше, что мы не можем говорить. Ну, мне кажется, чтобы понимать, что у нас сейчас происходит, нам нужно с вами определиться в терминологии, оставить правильный термин. Значит, никаких выборов Путин не выиграл. Более того, никаких выборов у нас в Российской Федерации не было. У нас произошла, ну, я так считаю, что у нас произошла просто откровенно узурпация власти. У нас произошла узурпация власти, потому что выборы не являются, не определяясь, сколько голосований, да, это законодательство о выборах, там, законодательство о партиях, доступ на телевидение, там еще несколько пунктов можно назвать, да, и я думаю, что если бы у нас на телевидении был равный доступ и дискуссии, и дискуссии с Владимиром Владимировичем Путиным, я не знаю, там, Париза Ефимовича Емцова, Эдуарда Лимонова, там, Григория Явлинского, и процент набранных голосов, я думаю, у нас был бы совсем-совсем другой. Да, более того, снятие, просто откровенное, откровенное снятие с выборов семи кандидатов, да, из которых двое вполне себе весьма весомых и значительных, да, и, я считаю, это Еблинский или Мород, уже, на мой взгляд, говорит просто сразу обобщем. То есть произошла узурпация власти. У нас сейчас в центре нашей столицы стоят оккупационные войска. Именно оккупационные войска, защищающие узурпатую власти, да. Ну, вот, мне кажется, исходя из этого, примерно и надо оценивать дальнейшие шаги и дальнейшие наши с вами меры противодействия этому, если, конечно, нам это вообще нужно. Потому что митинги, да, все эти митинги, марши, сидения, там, оккупая бай, прогулки, это замечательно, я, безусловно, все это полностью поддерживаю, это нужно делать, любые акции нужно делать при первой возможности, и чем больше, тем лучше. Но давайте не будем забывать, что все это все-таки второстепенная акция. Это выступление группы Черлидерс, это совсем не основной матч. Основной матч, я думаю, у нас будет впереди. Я считаю, что никакими политическими или конституционными методами эту ситуацию нам с вами не изменить. Потому что этот человек добровольно от власти уже не уйдет. Я не знаю, не представляю, что вообще может произойти в России, там, или в мире, или где-то еще, чтобы Владимир Владимирович Путин, затрав штаны, побежал в Гарабул, со словами, «Мне у вас тут камера, милошадь, мне тут надо посидеть немножко, я очень плохой, я все понял». Я думаю, что... Я думаю, что драка будет, и драка у нас еще впереди. Я думаю, у нас просто с вами нет другого выхода. Потому что либо мы будем с вами драться, либо нас будут волтохать просто так, как это происходит сейчас, на данный момент. Мне кажется, сопротивление надо оказывать. Как это будет, где это будет, когда это будет, кто там будет лидером, кто там поведет за собой народ, мне кажется, предсказать совершенно невозможно. Мне кажется, предсказать этого совершенно невозможно. Такие вещи, по-моему, происходят совершенно стихийно. И как взорвется ситуация, когда она взорвется, я не знаю, может быть, это будет, не знаю, там, очередной слух о каких-то двух мальчиках, застрявших на дине, которые не могли проехать спасатели, потому что ехал путинский кортеж. Вот какой-то такой очередной бытовой момент может взорвать ситуацию. Я надеюсь, что все у нас с вами пройдет по, скажем так, по украинско-египетскому сценарию. Я надеюсь, что у нас все с вами закончится дохриром, это максимум. Потому что больше, конечно, никому не хотелось бы превращать Россию в Ливию. Но, тем не менее, какие-то все-таки более жесткие меры нам принимать придется в любом случае. Это однозначно. Да и, собственно говоря, все. Я думаю, у меня больше не о чем сказать. Спасибо. Спасибо. Просто несколько замечаний. Во-первых, все время, пока с декабря шло движение общественное, все помнят, что каждый раз, при каждом взлете или спаде, были попытки его немедленно политически конвертировать. Даже не попытки, а такие предложения, программы, они не срабатывали. И если обсуждать результаты, так сказать, прошлого, надо обратить внимание на это, что они не накладывались на то, что происходило. Также так и прогнозы. То есть, вспомните прогнозы, которые были всякий раз и на взлетах, и на спадах движения. Прогнозы всегда идеально шли, идеально не туда. Сперва прогнозировали следующий невиданный взлет, потом начался спад, потом все, как бы, в моду вошло уныние, потом было 6 мая. А, так сказать, уже вот это, так сказать, расползание этого странного краудсорсинга, значит, по Москве, где, значит, люди придумывали, как осваивать пространство, оно вообще не было предсказано, хотя, в общем, ничего тут такого глубокого нет. Я хочу сказать, что, во-первых, это самостоятельная, самостоятельная реальность, которая явно недостаточно для, и не только недостаточно, но, наверное, сама по себе в ее нынешнем виде не держит никакой политической рамки, политической формы, но которая абсолютно необходима, мне кажется, и будет существовать, я надеюсь, когда начнется, а, наверное, я опять-таки надеюсь, что начнется уже достаточно скоро формирование политических и партийных структур. Конечно, у них был большой сабуаз, на первых порах особенно, значит, записать к себе целиком этот массовый демократический актив, я думаю, что это не получится реально. и когда сформируются вот эти два поля, это очень важно, два поля, гражданское поле и поле новых политических оппозиционных сил, кстати, не обязательно партий, могут возникнуть в этих партиях и коалиции, может, не дай бог, возникнуть какое-то общероссийское движение, в которое почти все войдут, часто предсказать трудно. Это уже пока вопрос к тем, кто занимается организацией этих политических проектов. Не надо им пытаться сосать в себя вот это, ну, в целом, пока московское движение и, значит, объявить его, так сказать, нарисовать на нем свою программу. Потому что программа, во-первых, не одна, их несколько, их несколько уже у тех. ну, любой, исходив в, значит, в любой из мест, где сейчас разберняются, найдет, как минимум, несколько политических программ, которые будут сильно не совпадать, и дай бог. Значит, видимо, надо создать условия для того, так сказать, я бы сказал, даже моральные и психологические условия для того, чтобы не давить друг на друга. Пока все вроде вместе. С какого-то момента эти два поля начнут разделяться. Хотя, конечно же, почти все активисты вот этого неполитического движения последнего полугода окажутся так и на, иначе, в каких-то, скорее всего, в основном, каких-то политических организациях. Очень важный момент, о нем несколько раз уже здесь говорили, это система действующая, система медиамонтажа реальности, которая является самостоятельной проблемой. Я думаю, что она в нынешнем виде уже даже не вполне, так сказать, ее можно рассматривать как соправителем в каком-то смысле вместе с Кремлем. Система, которая не просто это не цензура. Это не просто цензура, это определенное формирование, причем очень быстрое, вдогонку за способные корректировки формирование системы искусственной реальности. Но это же система единственная, которая имеет сравнительно уязвимое по двум позициям. Со стороны сверху, со стороны отдаваемых приказов и снизу со стороны профессионального журналистского сообщества. До некоторой степени незначительной, но она отдается влиянию корпораций. Собственно говоря, одной из проблем этой зимы было то, что это мнение не было сформировано именно тогда, когда оно могло быть сформировано. И уже сегодня было бы по крайней мере одно важное условие нормализации политической жизни это отсутствие вот этого медиамонтажа, с помощью которого можно, между прочим, создать любую, я подчеркиваю, любую искаженную реальность для значимого большинства, с которым потом придется столкнуться тем, что находится вне этого округа. Это проблема. Она не целиком сводится к теме, что это я думаю, что вообще не так много проблем сводится к сегодняшнему общему паролю, негативному паролю Путин, как сегодня кажется. но чтобы выяснить какие именно проблемы сводятся, нам надо ускорить вот это развитие институциональной части, как здесь было сказано. Кстати, здесь не названа важная вещь, это такое, я бы сказал, услежение, система услежения, система мониторинга за действиями реальной власти. Она наблюдателя, это часть этой системы, мне кажется, что нужно как-то расширить эту зону регулярного подчеркиваю слежения, регулярного мисс-мейтинга по этому вопросу, потому что есть недостаток объективной информации о том, что реально происходит, потому что реально есть геология власти. Вот, собственно, мне кажется, что будет существовать все равно два поля, одно слегка фантазийное, общественное, там будут бродить и, может быть, еще более странные идеи, чем революция, а будет существовать и должно возникать новое рациональное поле, в котором уже работа идет по другому принципу. Спасибо. Спасибо. Дорис Мюншалко. Добрый вечер. Очень коротко постараюсь. Ну, во-первых, мне представляется, что 6 мая мы живем в новой политической реальности, происходит стремительная лакушизация режима. Никогда, собственно, такого не было в нашей стране, чтобы за считанные две недели после эмиграции было омоновцами задержано более двух тысяч человек, и многие люди оказались арестованы, в том числе и наши товарищи, Илья Ильич Навальный, и Сергей Югальцов и Илья Яшин. Сейчас они по совершенно неправосудным решениям находятся за решеткой. Путин сделал, я считаю, что Путин полностью все проиграл, по крайней мере, он проиграл наиболее образованную часть России, большие города. А выиграл он действительно тех людей, которые смотрят «Зомбоящик», людей по-прежнему малообразованно его поддерживают и сильно зависимы от него материально тоже вынуждены его поддерживать, хотя уже в душе его не презирают многие. Поэтому говорить о победе Путина значит, просто не понимать в какой стране мы находимся. Конечно, все проиграл. Другое дело, он это тоже понимает, что он все проиграл, и он сделал ставки на штыки. Значит, его главное оружие в борьбе с народом это омоновские дубинки, суди басманного правосудия, собственно, чекисты, пропагандисты, купленные и не знаю еще какие, в общем, скорее всего, купленные, циничные и прочее. Вот, сделал ставку на подобного рода института, я считаю, он, конечно, стратегически уже все проиграл. Народу он боится, считает, что все мы агенты СРУ, там, НАСАТО, МИ-6 и так далее. Ну, и пусть так считает, чем дольше он в своей собственной паранойи находится, тем больше он будет совершать ошибок, а значит, тем быстрее он будет победит. Теперь по поводу наших целей. Значит, мы, конечно, все разные, это ясно. Есть люди и левых взглядов, есть и националистических взглядов, есть и либеральных, и демократических. Вот, но удивительным образом у нас есть программа, которая нас объединяет. Эта программа это резолюция проспекта Сахарной Болотной. Вот, это программа глубоких политических реформ в нашей стране. Освобождение политзаключенных, проведение честных выборов, торглавиевских президентских обменов, политической цензуры в СМИ, в первую очередь, на телевидение, это возвращение местного самоправления, выборов, настоящих выборов губернаторов Москвы и Петербурга, независимый суд, глубокая реформа от спецслужб, в первую очередь, МВД. Это и есть программа, которая, собственно, нас объединяет. Если говорить о таком общем розунге, то я бы его так сформулировал, доловиться на державе, да здравствует демократическая республика. АПЛОДИСМЕНТЫ, 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 Мне кажется, что под этим возникам мы могли бы с вами участвовать в протестной акции 12 июня. Наши, собственно, гражданские активисты, рабочие группы собираются подать заявку на марш 12 июня по маршруту, по которому уже шли сторонники Путина. Так что для властей это знакомый маршрут, Белорусский вокзал, Тверская и Боровицкая площадь. Знаете, где там? Дом Пашкова. В общем, хорошее место. И места, главное, много там для народа. Отказать трудно, они уже там ходили. Вот. Это День России, День свободной России, поэтому удалось им одержать «Да здравствует демократическая республика». Вполне, по-моему, подходящий лозунг для этого дня. Если говорить практически, то очевидно, что вся совокупность требований, которые оно предъявляет, сводится к серьезной конституционной реформе. Эта серьезная конституционная реформа должна ограничить власть президента. Во-первых, естественно, не больше двух раз один человек может быть президентом. Во-вторых, конечно же, не шесть лет, срока четыре. Конечно же, это институт парламентских расследований, предельно важная вещь, которая, в принципе, одним образом отвергалась режиму, дабы они могли спокойно воровать дальше. Конечно, это надо ввести как некую норму конституции. Это действительно ратификация важнейших антикоррупционных международных обязательств России, в том числе 20-й комменции, 20-й статей комменции ООН о противодействии и коррупция. Это действительно серьезное антикоррупционное разбирательство, связанное с обогащением кооператива Орзора, то есть путинского кооператива, его дружков, Кимченко, братьев Ротенбергов и Ковальчуков. Я считаю, что подобного рода очищение это то, что важно. Теперь еще один момент. Я не верю, что в результате выборов у нас может смениться власть и система. Дело в том, что если мы с вами признаем, что у нас такой махровый, циничный, подвый, лживый, вороватый авторитаризм в стране, то нет ни одного примера, когда вот эти люди сами бы ушли в результате выборов. Просто ни одного примера нет. Поэтому если делать ставку на выборы, на выборы делать ставку, то это значит заветно все проиграть, потому что очевидно, что они власть не отдадут. Я считаю, что никто из нас и здесь сидящих, и там сидящих, никто не знает никаких реальных сценариев, как будут развиваться события. Мне представляется наиболее оптимальным действовать по всем направлениям. Знаете, пусть цветут все цветы. По всем направлениям. То есть уличный протест это предельно важно. Многие мои товарищи в этом участвуют. Я считаю абсолютно неправильным пренебрегать этой вещью. Протест должен быть массовым, он должен быть мирным, это предельно важно. Мы не должны давать козыри Путина сказать, что там он с коктейлем молотова бегает за точками там с какими-то, я не знаю, коющими, режущими предметами, поэтому они все террористы, их надо пересажать, нет. Мы должны себя вести очень ответственно и спокойно. Пусть они совершают ошибки. Дальше. Участие в выборной кампании. Да, это имеет значение определенное. Я не считаю, что судьбоносное, но какое значение имеет. Поэтому участие в выборах, в том числе региональных, муниципальных, это нормальная вещь. Кстати, возмущение народной классификацией на этих выборах может стать очень важным, мобилизующим началом для широкого народного протеста. Но сразу хотел бы сказать, что он не уйдет, потому что он боится сесть, боится потерять все. Так же, как и у окружки, никуда не денутся, от него тоже за все придется отвечать, поэтому он будет до смерти бороться. И единственное, кто может его убрать, это народ. Мирный, вольный, свободный, если гордый народ, если он выйдет на улицу, он его убьет. Никакого иного решения нет, к сожалению, передум. Если при этом этот народ будет поддерживать депутаты Московской городской думы, ну, будет замечательно. Если будут поддерживать какие-то невероятным образом независимые губернаторы, которые, правда, непонятно, как избрать по путинскому закону, то это тоже будет круто, конечно. Вот если какие-то люди из власти поймут, что действительно дальше с Путиным уже в России нет никаких шансов остаться со страной, это будет здорово. То есть, на самом деле, только сочетание народного гнева и раскопа внутри может привести к успеху. Поэтому я считаю, что участие там в выборных компаниях это дело важное. Но вера в то, что эти выборы приведут к тому, что гражданин Путин соберет чемодан и видит своему дурскопу в первой школе это значит просто не понимать вообще ничего, что в стране происходит. Я считаю, последнее, что важно, важно нам провести очень такую мощную, серьезную акцию 12 июня. Мы как-то привыкли к тому, что летом как-то жизнь затихает политическая и в общем все разъезжаются, а потом очень потихоньку как сентябрю, к сентябрю как собирается. Если нам удастся с 12 провести массовую серьезную акцию, то это значит, что время жизни этого режима будет ограничено довольно сильно. Если же мы склеимся и каким-то образом не сможем это сделать, то боюсь, что нам еще очень долго придется бороться. Последнее замечание по поводу когда же все-таки его не станет. Это вопрос, который всех волнует и никто не знает ни в ответ. Я считаю, что уровень деградации интеллектуальной деградации и количества ошибок, которые они совершают, таковы, что ему 6 лет будет очень трудно просидеть. Он, конечно, будет пытаться изо всех сил, но ему очень трудно будет просидеть. Я считаю, что если нам удастся вывести на улице от полумиллиона на миллион человек, это очень большая цифра, но должен вам сказать, что когда были митинги самые крупные 3-5 тысяч, никто не верил, что соберется стол. Когда мы говорили, что наш цель 100, то говорили нам в ответ, что мы фантасты, ничего не понимаем и так далее. Вот сейчас, когда я говорю, что цифра должна быть 500 тысяч в миллион, то же самое многие считают. Я могу сказать, что сочетание политических требований и социально-экономических проблем, а это очевидно произойдет, может привести к тому, что миллион человек это 10% населения Москвы, это вполне пассивный. Если мы выведем миллион, его не станет. Просто трус, он испугается и исчезнет. Мы ему расчистим дорогу вон около 3, естественно, мы ее блокируем и пусть в один конец куда-то уезжают, но вот его не будет. Поэтому массовая акция миллион человек, там 500 тысяч миллионов это одно и то же, это цель, к которой мы надо стремиться, а у нас очень светлые требования и абсолютно ясные задачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Мне кажется, прозвучали все самые разные возможные формы описания того, что происходит и упомянуты все в общем, наверное, самые важные элементы и каждомское движение, и вопросы в институтах, суды и медиа, и вопросы в нашем медиапространстве представления реальном и нереальном и фантомном медиапространстве о партийном строительстве и так далее. При этом я бы от себя хотел заметить только что, когда мы говорим о том, каким бы мы хотели видеть политическую структуру, государственную власть, законы и так далее, обычно пока опыт показывает, что мы не совсем знаем, как это сделать, по крайней мере, не имеем тех методов и механизмов, которые бы показали, что они явно сейчас работают. А вот общественное движение это некоторая реальность, данное нам ощущение, она работает. Мы это видим вокруг себя, видим на улицах нашего города. Давайте мы сейчас перейдем к вопросам, значит, формат, давайте будет такой. Во-первых, просьба, чтобы этот вопрос не превращался в реплику, во-вторых, называйте, пожалуйста, кому из выступающих будет в первую очередь отрисовать этот вопрос, но остальные, если захотят что-то добавить, то, естественно, будут обидеть возможность добавить. Уважаемый Борисович, почему у вас в выступлении было самое мажорное, поэтому к вам вопросы. Вот как вы считаете, мы полагаем, что мы сможем победить Путина, если движение будет действительно массовое, а массовое оно возможно в том случае, если будут сопряжены гражданские интересы и мелочные, сопливые интересы маленького человека. И второе, представление людей о постепутинской России. Они не представляют себе, как изменится отрыв отношения гражданин и власть. Это, по-моему, не звучит ни у кого из лидеров, и у меня большое подозрение, что им это неинтересно. Спасибо. Ну, во-первых, я согласен с вами, что 500 тысяч миллионов человек на улице, то исключительно с политическими требованиями выйти не могут. Я считаю, что вот те политические требования, с которыми мы выходили все эти последние месяцы, они усыпирали там 100, может быть, максимум 150 тысяч человек, и это в любом смысле предел. Безусловно, требования должны носить и социально-экономический характер, вот, и требования, например, антикоррупционного характера, они тоже могут огромное количество людей вывести на улицу. Над этим нам надо серьезно работать, вот, и, безусловно, социальные требования должны быть включены в повеску дня. Я считаю, что это очень важно. Особенно, когда речь идет о людях-пожилых, речь идет о молодежи, которая, оказывается, существует без работы в связи с олигархическим, таким, монополистическим капитализмом, который построен в стране. Я думаю, что вот эти требования должны быть. Теперь, второе, очевидно, что требования демократической республики предполагают высокую степень ответственности власти перед людьми. Вот, это не абстракция. Это, очевидно, возвращение политической конкуренции, это, очевидно, парламент в местной дискуссии, это, очевидно, парламентские расследования, это, очевидно, обмена цензурами, как следствие восстановления, возрождения журналистских расследований, как это делала Аня Политковская и многие другие. Мне представляется, что вот обратная связь между властью и народом будет восстановлена, если требования политической реформы будут в полном объеме выполнены. Поэтому беспокоиться, что вы изберете кого-то другого, они окажутся такими же сволочами, как и Путин, не надо. Я, кстати, думаю, если бы Путин был президентом в демократической стране, то, может, он бы и скотиной не стал. Спасибо. Борис Симович, у нас 12 июня будет примерно тоже под конец митинга что-то 6 мая, как вы думаете? Я желаю, что 12 июня будет что-то подобное 6 мая под конец митинга? Какие-то провокации власти с желанием не уйти? Послушайте, я, как человек, во всем этом принимавший прямое участие, могу вам сказать, что со стороны организаторов и заявителей ни одной провокации не было. С самого начала власти создали условия для провокации. Условия стали в том, что они нарушили собственное решение об открытии Балокной площади. Они его закрыли. Они его закрыли. Мы требовали ее открыть, потому что нас много. И вы знаете, сколько. Многие здесь присутствующие были и там. Они сказали, что откроем Гудкову. Не открыли. Трижды обманывали депутатов Гудковых. Вот. В итоге, естественно, мы были вынуждены уже встать и уйти после этой самой сидящей забастовки. А дальше появились люди в масках, которые действительно толкали людей на ОМОНовцев. И при этом ОМОНовцы их никого не трогали. Вот мне, знаете, мне нравятся рассказы про то, что это антифашисты были, анархисты и какие-то ультраправые радикалы. Эти люди находятся все, как известно, в картотеке подразделения по борьбе с экстремизмом. Правильно? Почему никто их не тронул из ОМОНовцев? Вот я видел вот в этой гавке, они толкали, провоцировали, никто не трогал. Нормально? Так чьи они провода против этих граждан? Теперь по поводу наших действий. Наши действия будут всегда и раньше были и сейчас были мирными и спокойными. Вот, ровно такие. Мы, кстати, считаем, что делать такие подарки властям и пытаться там какой-то силовой вариант реализовать это очень плохо. Я, по крайней мере, так считаю. Меня многие критикуют за это, радикальные там, оппозиционеры. А я очень горжусь тем, что протест мирный. Вот. До сих пор было, и надеюсь, что 12-го числа тоже будет. Кроме того, надо понимать, что в протестных акциях участвуют люди, которые не считают себя профессиональными политиками и революционерами. Многие приходят и с женщинами, и с детьми, и многие пожилые люди приходят. Мы должны думать о руке безопасности. Это ключевой вопрос. Поэтому моя позиция, что все должно быть мирно и спокойно. Какая у них позиция? У них, наверное, она другая, потому что им гораздо легче закрыть всех оппозиционеров в тюрьму, спровоцировать беспорядки, а потом обвинить нас в совершении вот такого государственного преступления и всех пересаживать. Так что, то, что они рассматривают сценарий, провокацию, у меня никаких сомнений нет. Я сейчас продолжение заданного вопроса. Не могу не задать вопрос, который лично меня очень научил. У меня был важный тезис, который рассказывал Сергей Парковенко о том, что опыт декабря-марта ценен развитием диалога разных политических сил, такого институционизированного в рамках Комитета. И того, что этот диалог был публичен для огромных масс тех, кто готовился и собирался выходить на митинги. Вот сейчас как-то эта традиция, не знаю, тренд, опыт, он такое ощущение, что сошел на нет. И это было очень, очень чувствовалось с 6 мая и этого очень не хватало. Вот я бы просил Сергея вас и Бориса Фимовича, может быть, те, кто захочет прокомментировать, ответить, что, на ваш взгляд, происходит с этим сейчас. Сергей, давайте вы начнете, а дальше для начала я хотел бы обратить ваше внимание на то, что история вот с этой публичности это еще один пример того, как быстро привыкаешь к всему хорошему и как быстро меняются меняются масштабы, меняются какие-то критерии, с которыми люди подходят к ситуации. Запросы растут, несомненно. Хочу напомнить, что, например, такой суммотехнический прием, как публичное проведение всяких оргкомитетов и разнообразных вот таких организационных мероприятий был предложен как не как цель не в курсе как средство, как такой вот способ попытаться обезопаситься от скандалов, что вот давайте мы разделимся до трусов, будем голые сидеть на глазах у всех. Это ужасно неприятно, это страшно, никак-то не уютно, неловко, непривычно, но давайте вы сидите в таком вот странном положении, все будут над нами смеяться, разумеется, мы понимаем, что все будут над нами смеяться, потому что мы нелепые, мы не умеем разговаривать в таком положении, но зато может быть это приведет к тому, что мы будем меньше совачиться, вот так это было сформулировано еще зимой. Раз попробовали, два попробовали, выяснилось, что прием работает, что вот такое странное насилие над собой, оно действительно помогает. Разговорочный в другом темпе удается даже решать какие-то достаточно деликатные вопросы, которые, может быть, за закрытыми дверьми или под колбом, как это будет называть, и не удалось бы решить неделями и месяцами. Все вокруг к этому моментально привыкли, и когда в какой-то момент я помню, было решено, что ну что, пожалуй, хватит бесконечный прием проактолога, надо как-то не прекратить, давайте, мы уже можно так себя не мучить. И медленно раздалось тысяча глазов, верните, как было, чтобы было как всегда, чтобы как всегда сидели перед телекамерами. Когда всегда сидели перед телекамерами? Это что, всю жизнь так было, что ли? Это вот, ну, два дня назад придумали, на третий день сменили. А что, когда мы успели все привыкнуть, граждане? Нет, успели привыкнуть. Что происходит сейчас, я не знаю, скажу вам откровенно. Я, так же, как и вы, слушаю новости, и читаю в Фейсбук, и читаю о том, что происходят разные собрания разных людей, которые строят разного рода планы. Ну, вот, относительно, как я понимаю, 12 июня, это ровно те самые люди, которые организовывали массовые мероприятия шестого числа, они вот как-то и продолжают, продолжают и продолжают. Они считают, что они прекрасно с этим справятся, ну, и несомненно, наверное, с этим справятся. Вот, собственно, и все. Давайте все-таки весь смысл этой моей бессвязной речи заключается в том, что давайте все-таки вспомним, что было всегда, а что появилось совсем в недавнее время. Что является таком вот нормальным положением экрана, а что является вещью экстраординарной. Я считаю, что заседание под телекамерами вещь экстраординарная, особенная, жизнь не может так происходить всегда. Мы не можем превратиться в реалити-шоу такое бесконечное, как-то мы все время будем сидеть, а какое-то количество людей непрерывно только на нас пялиться. Хотя нет, конечно, никаких сомнений, что есть целый ряд профессионалов, которые, собственно, в этом видят смысл своей профессии. Они говорят, мы давно в этом бизнесе, мы как-то давно этим занимаемся. Это цитата. В кавычках я это слышал. Да-да, сейчас. И мы вот давно тут как-то поэтому я очень убедился в том, что для них, конечно, трансляция в автомитеты гораздо важнее, чем в любой автомитете. Потому что это и есть, собственно, их жизнь, это и есть их пыль, которым они существуют в новое лето, и им очень страшно без этого остатка. Но таких счастья не было. Спасибо. Хочешь ли еще как-нибудь сказать? Ну, во-первых, друзья, я вам должен сказать очень откровенно, КОР-комитет работал совсем не так благостно, как, может быть, это внешне даже в сентивизоре выглядело. мы люди и с разной судьбой, и с разными взглядами, в том числе и на протесты, и на политику в стране и так далее, и с разным образованием, это, конечно, сказывалось. Вот что меня сильно радует и до сих пор радует, что несмотря на какое-то, может быть, внутреннее недовольство, или раздражение друг другом, мы находили в себе мудрость, или понимание момента, чтобы не устраивать эту тему истерик, скандалов и публичного выяснения отношений. Это здорово. Я абсолютно уверен, что ровно так же мы и будем действовать дальше. Второе. Я считаю, что разделение на профессиональных политиков, оппозиционеров и гражданских активистов, оно во многом условно, потому что не надо делать вид гражданским активистам, что организованный протест, они не занимаются политикой и организованный контроль за жуликами, ворами на избирательных участках, они не занимаются политикой. Это в чистом виде политика, конечно же. Так же, как и не надо абсолютизировать политическую деятельность тех временных оппозиционеров, как будто ничего в жизни у них больше нет. Дальше. Я думаю, что все мы делаем одно дело и хотя у нас какие-то может есть назначения, они меркнут по сравнению с целью, к которой мы стремимся. Просто меркнут. Я считаю, что наш опыт совместной деятельности бесценен и я думаю, что эта совместная деятельность будет продолжена. В каком формате, не знаю. мы хотели, я в данном случае под словом мы говорю, людей из политической части оргкомитета, мы хотели в дальнейшем как-то работать в рамках оргкомитета. К сожалению, наши коллеги из деятелей культуры, они сказали, что нам не стоит сейчас этим пока заниматься. Мы, тем не менее, никакой драмы из этого не делаем. мы считаем, что все еще впереди. У нас еще марафонский забег, так что можно будет таким образом возобновить эту самую деятельность. Пока Сергей правильно сказал, что 12 июня организовывается теми же людьми, что и 6 мая. Собственно, эта рабочая группа не прекращала работу. К сожалению, в ней не принимают участие по понятным причинам Алексей Навальный и Сергей Угальцов и Илья Яшин. Но, тем не менее, они, конечно же, там в курсе всех событий. Слава Богу, что связь с тюрьмой у нас налажена четко. Спасибо. Спасибо. Катая. Прежде всего, Сергей Парковенко, ну и Борис Ефимович тоже. Я думаю, что вы достаточно опытные люди, чтобы понять, на что надо вмешиваться вот в этом может пометить, а во что не надо. И я все-таки думаю, что зал со мной согласится. Очень просил бы вас не отстраняться слишком от этого дела. Потому что то, что было 6-го, было организовано, именно организовано, с нашей стороны, мне кажется, далеко не идеально. Это первое вступление. А второе, вот согласны ли вы с тем, что очень важно сейчас распиарить главный принцип, что не должно быть никаких несанкционированных акций, не должно планироваться одновременно и поблизости от этой вот массовой санкционированной акции. Опять же, конечно, виновата власть, но то, что раздавался все время призыв мимо болотной идти на кремы, это же тоже факт. И он был отчасти реализован. Я заканчиваю. Вот согласны ли вы с этим? Согласны ли вы с тем, что надо выдавливать моментальные столпы людей в масках? Я тоже таких видел. Кинуть камень и отбегать в сторону на 30 шагов, чтобы уже вроде как и не он кинуть. Ну и собственно все. И я согласен с тем, что 12-е очень важно. Спасибо. Дмитрий Иванович, вы меня извините, а кто призывал идти на Кремль через марш миллионов ОМОНовцев, стоящих на Каменном мосту? Можно сказать? Поименно, кто это говорил? По-моему, такие идеи исходили от Удальцова, но не... Дмитрий Иванович, это больное чувство. Сейчас я договорю. Ну что сейчас говорите, Дмитрий Иванович? Подождите. По-моему. Вы были там? Или вам так кажется? Было, было. Вы слышали сами. Это, я говорю, что это было не на марше, это было в интернете перед маршем, но я еще не сказал, что это было, что призывали на 7 часов на Кремль, а марш был там, ну, на 4 часа и так далее. Так вот, не должно быть таких близких даже совпадений. Спасибо. Это невозможно, и это не возможно. Можно я вкручить? Виктор, да. Дмитрий Иванович, значит так, я не знаю, где вы были, я вас там не видел. А вот Алуби Долцова и Навального я видел, я был с ними вместе все время. Так вот, я могу сказать, мы говорили, что ни в коем случае все, трое и не трое, что ни в коем случае не надо идти на никакой прорыв. Более того, сидячая забастовка, которая началась, она началась перед коммунской цепи. Вы это знаете? Перед. Я там сидел. Ну, замечательно, где вы сидели, никто не знает, но не важно. То есть, перед, дальше, когда провокаторы стали там седаться на людей, чтобы толкать ОМОНцев, вот, мы помнишь, надо уводить оттуда народ, чтобы, не дай Бог, у меня было сопновение. И мы пошли на Болотную. Ровно для того, чтобы тут сбежать. Когда, Дмитрий Иванович, вы говорите про человека, который сидит и которому грозят сроки за организацию массовых беспорядков, что он призывал эти накремы, вы должны думать своей головой. Понятно? А вы меня спросите. Спасибо. Сергей, вы отказываете, что ли? Нет? Алексей, Третьего года. У меня вот какое... Миша, микрофон. Какое мнение мое по поводу того, что происходит? И вот мне вопрос следом после этого. Мне кажется, что успех протестного действия в простоте идеи, честный выбор. То, что сейчас происходит в Демократической Республике, я правильно услышал возник 12-го числа? Это слишком сложно для населения, в частности, для бабушек, для молодых людей, которые не свет и не знают, не разбираются даже что-то как институция, что-то как Госдума и так далее. Соответственно, вопрос. Не проще ли сделать какой-то простой лозунг, типа, мы живем в 15-миллионном городе, почему нельзя потребовать выбор мэра? Честные выборы мэра. Мы не уйдем никуда от лозунга «Честные выборы», просто добавляем мэра. И все. И тем самым мы работаем на ту аудиторию, на которой мы находимся. 15-миллион, между прочим. А вот лозунг февральской революции был сложный для рабочих, да? Нет. Вы знаете, что он был такой же? Просто один в один. Отлично, тем более. Есть история, значит, тем более, рабочие были уменьшены, сречили и отворили. И вы все получите. Друзья, говорите в микрофон, пожалуйста, да? Все. Причем, пожалуйста. Макон, товарищи. Мне помимо, товарищи. Причите, революционный революционный романтизм это дело хорошее. Но и все-таки в денежном мире...